Россия! Вы знаете, я специально вчера попросила включить эту песню Я не знаю казахский язык, но это моя любимая песня на казахском языке Казахский язык немножко слож И я понимаю, что это песня про маму и благодарность маме за то, что мы живем и дышим Я хочу, чтобы вы, хотела, чтобы вы, услышав эти ноты и эти слова, отнесились в состояние благодарности Чтобы это состояние было базовым Не так, что за что-то Не то, что вы с вами в таком прекрасном месте Не за то, что вы чего-то сделали в этой жизни А просто базово, за то, что вы проснулись За то, что вы открыли глаза и можете сейчас видеть, слышать, находиться друг к другу Сделайте это своим базовым состоянием Меня зовут Роза, я кривянтовый директор И вы знаете, я настолько благодарна тому, что я сейчас здесь нахожусь Потому что я являюсь продуктом компании «Фоберлик» Все, что я умею, все, что я имею, все, что я знаю, все, что я передаю и могу передавать Это все благодаря компании «Фоберлик» Эта компания «Фоберлик» меня научила говорить Эта компания «Фоберлик» меня научила зарабатывать Эта компания «Фоберлик» меня научила жить так, как я хочу И вы знаете, проделав такой путь, от обычного человека, как Светлана и Олег сказали, расскажите свой провал, да? В провального состояния, когда у тебя, казалось бы, уже не должно быть сил, желания, эмоций, что-то делать, то человек, который постоянно чего-то хочет, постоянно у него есть какие-то мечты и желания. Почему? Потому что у него есть опора на маленький результат. Когда у вас есть маленький результат, вы на него опираетесь и идете дальше. Нет такого человека, который уснул в провале и проснулся в успехе, да, скажем так. То есть это всегда желание, это всегда тире, что? Действие. И поэтому от того, сколько действий мы совершаем, мы получаем определенный результат. Но не всегда мы довольны результатом. Не всегда. Очень часто человек, придя к определенному результату, уходит. Очень часто человек, придя к определенному результату, скатывается назад. И я хочу сегодня поговорить именно про то, чтобы не было у вас этого желания уйти, либо скатиться назад. И чтобы не было этого у вас в ваших структурах. У кого есть в структурах люди, которые уходили, либо откатывались назад? У кого эта проблематика? И все? Что? Остальные все просто про? Ну, без остальных, и остальные страны выдаются. Смотрите. Я хочу объяснить, от чего так происходит. Когда человек действует, и очень часто мы действуем без позиции, кому-то что-то доказать. Да? Доказать родителям, доказать своим одноклассникам, своим родственникам, что я что-то смогу. И делаем результат из доказать. Когда мы делаем результат из доказать, это действие из страха. И это родности на себя наказать. Да? Мы сделали результат, но довольны мы этим результатом вот столичком. Да, эйфория, мы на сцене и так далее. А потом приходят обычные будни, в которых, в принципе, у нас уже есть результат. И, соответственно, происходит падение, происходят откаты и так далее. А есть, когда мы делаем действие из любви. Не из страха, а из любви. Когда нам это нравится. Когда нам классно. Когда мы в самом действии видим любовь. Да? Когда мы в самом действии видим трансформацию других людей. И действуем из любви. И вот на этом чувстве строятся большие результаты. Вот на этом чувстве строятся команды самостоятельные. Те команды, которые не сливаются и не уходят. Ирина Валентиновна, не даст мне соврать, у меня вся команда работает самостоятельно. У меня нет лидеров, которых я бы куда-то тащила. Куда-то составляла принципы на мероприятии. Или сама за них что-то, не дай бог, делала. У меня вся команда делает... Мы притягиваем себе подобных, да? Когда мы жалуемся про то, что у нас какие-то не такие консультанты. Задумайтесь, какой вы. Когда мы жалуемся про то, что у нас что-то с лидерами не то. Задумайтесь, какой вы. Все абсолютно начинается с себя. Если у вас... Кто хотел сегодня и вчера ко мне на зарядку? Поднимите руку с утра. Вот очень многие девочки слышали эту фразу. Я сейчас повторю. Тот человек, который не управляет собой, дисциплиной собой, своим телом, тот человек не может управлять своим бизнесом. Не может. Много читать, много узнавать, говорить... Просто информацию недостаточно. Нужно быть ею. Быть этим продуктом самому. Для того, чтобы научить человека рекрутировать, нужно быть асом рекрутингом. Для того, чтобы человека научить говорить на публику, нужно самому говорить на публику. Для того, чтобы делать класс на мастер-классы или еще что-то, нужно самому это сначала сделать. И делать. Не просто научиться на теории, а быть профессионалом в этой сфере. И мало быть профессионалом. Смотрите, очень часто мы делаем те же действия, что делает наставник. Мы делаем те же действия, что топовые лидеры. Мы делаем те же самые акции. Работаем в одной и той же компании, в одном и том же каталоге с одними же акциями. Но результат разный. Результат разный. Кто-то партнер, а кто-то бриллиантовый директор, а кто-то обычный директор. Почему так происходит? Одни и те же действия, в том же количестве, столько же часов. Почему разное? Разное состояние. Когда мы делаем из состояния... Вот смотрите, давайте такой пример. Когда у жены, у женщины в доме настроение плохое, у всех остальных настроение какое? Плохое. Я вас умоляю. Я не могу еще такому, чтобы муж довольный такой, хотя жена в ярости. То же самое происходит в структуре. Если у вас состояние классное, если вы любое действие делаете из любви, собираете консультантов на структурное собрание, на какой-то вебинар. Если вы это делаете из любви, из того, что вам это нравится, и вы хотите поделиться своим состоянием, а не из того, что мне надо, я вся как чумырла, кое-как там прибежала, и мне, оказывается, это надо, люди считывают. Во-первых, к вам будет приходить меньшее количество людей, чем если вы это делаете из любви. Один раз придут, больше не придут, потому что люди не дураки, и от того, что вы говорите, и как вы говорите, считывается состояние. Понимаете? Понятно, про что говорю? Смотрите, как, давайте я вам сейчас зачитаю, я специально взяла телефон, чтобы не своими словами, а выдержку прям, да? В этом году, прям в этом году, в 2022 году, Нобелевскую премию по физике получили ученые, доказавшие квантовую запутанность. Что такое квантовая запутанность? Это феномен, при котором состояние частиц оказывает взаимодействие независимо от расстояния между друг другом на друг друга. То есть частицы, выбранные для эксперимента, находились за сотни километров, и меняя состояние одной частицы, менялось состояние другой. И уже сейчас используется этот феномен в криптографии, компьютерных технологиях и квантовой телепортации. То есть, если перевести эту квантовую физику на человеческий организм, на наше тело, на наше состояние, я, находясь в России, например, да, и у меня консультант в Казахстане, от того, в каком я состоянии нахожусь, я влияю, не общаясь на своего консультанта, потому что он мой консультант, мы связаны. Раньше мы об этом только догадывались, а в этом году это научно доказанный факт. Понимаете? То есть, если вы в состоянии уныния, в состоянии малейшей мысли о том, что у вас что-то не получится, на миллиметр у вас какое-то сомнение, тут же это просеялось на всю вашу структуру. И потом задавать вопрос, а почему они не идут? А почему нет результата? Задайте себе вопрос, почему. Понимаете, про что я говорю? Поэтому очень важно, очень важно заниматься своим состоянием. Мы все люди, мы не можем не ненавидеть, мы не можем не злиться, мы не можем не разочаровываться, мы не можем не впадать в уныние. То есть, это нормальное состояние, человек когда злится, когда он там рисует, я не знаю, обижается. Это нормально, да? Хуже, когда мы это отрицаем и говорим, нет, я ангел, я не обижаюсь. Это уже маска. Надели маску и притворяемся, да? Это хуже. Объясню, почему. Помните, Олег, вы со Светой только что сказали, провал это всегда повод для успеха, да? Так вот, и ненависть, это только, когда мы ненавидим, мы только слаще понимаем, как любить, да? Когда мы видим зло, мы понимаем, что такое добро. То есть, не бывает положительного чувства, как мы научились называть их положительными, когда мы не испытаем отрицательное чувство, да? Поэтому все в этом мире должно быть и нужно дать месту этому быть. Чем чаще мы отрицаем, что да, мы боимся, да, мы злимся, тем больше мы окутываемся в маску, набираем лишний вес. Чем больше мы отрицаем свои чувства. Чем больше мы признаемся и проживаем эти эмоции, да, тем больше мы избавляемся от разных ненужных блокировок в теле. Почему все время возвращаются в тело? Потому что именно тело – источник чувств. Именно тело – источник состояния. Мозг – это только ум, да, то есть разумные какие-то действия, память там и так далее. Все остальное живет в теле, все чувства живут в теле. Так вот, когда мы инструментом, когда мы испытываем какое-то сомнение, когда мы испытываем страх или уныние, это норма. Но мы с вами пока живы, пока мы дышим, пока мы в адеквате, да, это мы принимаем решение, сколько нам пребывать в этом состоянии. Вот этим только и только этим мы можем управлять. Сколько нам горевать, сколько нам ненавидеть, сколько нам обижаться. Вот умение переключиться – это наивысшая, наивысшая просто сила человеческих возможностей. Быть наблюдателем за самим собой же. Наблюдать. Ага, я тут разозлилась. Сколько я буду злиться? Ну, давайте там две минуты позвусь, да. Проявили эмоцию, признали, распознали, идентифицировали, что это злость или там агрессия или обида. Распознали, прожили ее и уже пришли в состояние благодарности за то, что дышусь, за то, что проснулась, за то, что мама меня на свет родила. И пошли из этого чувства благодарности, из любви уже делать какие-то действия по отношению к своей жизни. Потому что фаберлик для меня вообще в принципе моя жизнь. Я не считаю, что это моя работа или это какой-то бизнес, да. Я просто просыпаюсь. Вот многие в кулуарах, я вот здесь слышала с девочками, разговаривала, многие говорят, «Я просыпаюсь, фаберлик, я засыпаю, фаберлик, я вот это, я вот то, я пятое-десятое». Но кайфа нет в этих словах, нет удовольствия в этих словах, понимаете? Там из состояния кому-то доказать, либо из нужды, потому что что-то надо, там, деньги и так далее, да. Когда ты… И вот эти люди очень опасно, потому что они, скорее всего, упадут в статусе, либо у них кто-то, не они сами, а у них кто-то, сольется, потому что они это генерят. Они, может быть, это озвучили наставнику, да, или там директору региона. Но они это озвучили, значит, они в этом живут, значит, они это чувствуют, а это сразу распространяется во всех странах, на всю инструктуру. Понимаете опасность в эту строку? Поэтому то, чем вы можете управлять на сегодняшний день, это собственное тело, собственные эмоции, собственные чувства. Насколько минут, дней, месяцев вы готовы пребывать в страхе, в сомнениях и так далее. Выйдите и понаблюдайте, побудьте наблюдательным за самим собой. В каких чувствах я живу, в каких эмоциях, что я испытываю, что я транслирую каждую минуту. Прямо запишите себе упражнение, поставить будильник, например, сразу после нашей конференции, там, в субботу. Поставить будильник, и каждый час у вас будильник изменит на телефоне. И вы задавайте себе один вопрос. Что я сейчас чувствую? Поставьте себе напоминалку, вот такое делается упражнение. Что я сейчас чувствую? Какое чувство я сейчас испытываю? Я нахожусь в чувстве благодарности, любви, изобилия, радости, счастья? Что я сейчас транслирую в этот мир? Что я сейчас транслирую в свою структуру? Может быть, вас никто не видит, но я вам еще раз говорю. Раньше мы могли об этом только догадываться. А сейчас это научно доказанным фактом. Поэтому, скажем так, вы ушли, пришли на эту конференцию одними людьми, но, извините, пожалуйста, уходите другими, да? Теперь вам с этими знаниями жить. И теперь вы совершенно в другой трансформации себя будете проживать уже чувственный свой опыт, да? То есть на еще больше прочувствуйте себя живыми. Потому что люди очень часто живут, как я люблю говорить, головастиками, да? Только в голове. Прожили, продумали, но никаких действий не сделали. Почему? Потому что мы не задаем вопрос, что я чувствую, а действий нет. Человек живет в голове. Ему кажется, что он столько дел сделал. На самом деле КПД ноль. Ни хрена ничего не сделал, но устал. Потому что мозг съел 90% энергии за весь день. Понимаете? Когда мы даем энергию ниже, в тело, у нас производительность в раз. Дайте это упражнение, кстати, своим консультантам тоже. Потому что когда человек дает энергию в тело, у него производительность в разы больше. В разы больше. Потому что наше тело занимает в пространстве 90%. Голова только 10%. А очень часто мы живем в голове на 90%, а тело даем только 10%. Дойти до дивана, до туалета, до холодильника. Все. Больше действий нет. Все остальное в голове. Понимаете, про что я говорю? Человек проснулся и уже устал. Потому что мозг его не отдыхал, он не задумывался. Не давал чувственного опыта. Он не задумывался о том, что чувствует его тело. Понимаете, про что говорили? Нет. Хорошо. Про слайд не забыла. Вот. Состояние – это то, из чего мы состоим. То, из чего мы состоим. О чем мы думаем. Да? Про тело, дух, чувства. То есть наше тело в каком состоянии, в каком состоянии наш дух. Какие чувства мы испытываем. Когда у нас происходит синхром, это состояние счастья. Как только мы думаем об одном, делаем другое, чувствуем вообще пятое. Очень часто это бывает. Человек находится в раздрайве. Он не понимает, что происходит, но у него нет состояния счастья. Вроде бы он купил машину, вроде бы он достиг статуса директора, но счастья нет. Потому что по факту, по факту, чувства были другие. Чувства были из доказательства. А еще раз он говорит, доказать – это себя наказать. Это действие из чувства страха. Бежать от прошлой жизни. Да? Важный не результат, ваш путь к этому результату. Вот если вы сделаете свой путь кайфовым, классным, в состоянии благодарности, из состояния благодарности и любви, у вас не будет мысли, что вам не нравится тот результат, к которому вы пришли, или состояние того, что от вас кто-то ушел, или состояние того, что мне надоело апатии, лени, бездействие и так далее. Я сделаю результат, пойду-ка я отдохну. Почему люди отдыхают в знайме? Почему у них есть отдых? Почему у них есть выходные? Потому что по факту, в знайме очень часто люди не делают то, чего они хотят. А вот люди в бизнесе занимаются любимым делом. Да? Потому что они умеют выйти и задать себе вопрос, чего я хочу? Из какого чувства я хочу? Более осознанной бизнеса. И, конечно, вот про то, что я говорила, да, синхрон. Когда мы осуждаем, когда мы там сплетничаем, когда мы обижаемся и так далее, да, у нас будет вот скамейка с семечками, да. А когда мы идем в реализацию, когда мы идем в чувства, когда мы идем в тело, мы идем, подойдем в благодарность, мы идем в реализацию, в путешествие и так далее. Задавайте себе вопрос каждый раз, что выбираю я? Транслировать в этот мир это состояние или вот это состояние? Ну и, конечно, не забываем про то, что вчера у Ольги был слайд, кто внимательно смотрел вчерашнюю презентацию, был такой слайд. Я еще хотела, думаю, блин, почему же я его презентацию не засунула, подумала, слишком заумно будет. Про то, на какие, про резонанс шум она говорила, да, что каждое чувство вибрирует на определенных герцах, на определенных герцах. И планета наша тоже в герцах вибрирует. И вот те чувства, которые мы испытываем, которые мы нас называем отрицательными, это обида, претензии, там, ревность и всякое такое, это те чувства, которые низкочастотные, низкочастотные. Когда мы их испытываем, мы заболеваем. У нас летят, там, почки, печень, сердечно-сосудистая система, там, и так далее, и так далее. Когда мы вибрируем от благодарности и выше, почему я поставила песню про маму «Благодарность за жизнь», да, от благодарности и выше, и тянемся к чувствам любви, да, мы исцеляемся, мы просто исцеляемся. Вообще каждый человек, каждый организм – это самовосстанавливающее существо. Вы когда ножиком порежетесь на кухне, ранку сделаете, вы бежите к хирургу, чтобы он вам заклеил? Нет. Все микро-макроэлементы вашего организма собираются сюда, и ваша рамка сама по себе затягивается. Или, например, упали, кость сломалась. Вы же не бежите ее паять, да? Просто в покое держите, и все микро-макроэлементы собираются, и кость зарастает. Правильно или нет? Да. Так вот. Но у кого-то это кость зарастает за неделю, а у кого-то по полгода не зарастает. Понимаете? Вот чем больше энергии в человеке, тем быстрее заживает. А энергия протекает беспрепятственно в вашем теле, как сосуд, когда вы не блокируете ее, когда у вас все больше 50-60 керц, вы вибрируете от благодарности выше, тем быстрее вы самовосстанавливаетесь, тем быстрее вы высыпаетесь, тем быстрее вы выздоравливаете, исцеляетесь, сами себя исцеляете. Даже неизлечимые заболевания, когда человек меняет мышление, да, меняет отношение к собственному телу, исцеляется. Поэтому выбираем. Все начинается с действий. Потому что действие, помните, я вам сказала, да, желание, делание. Буква «Ж» меняем на «Д» будет «делание». С движением. Все начинается. В общей жизни начинается с действий. База. Где живут чувства? Поняли, про что говорю? Где живут чувства? Чувства где живут? В теле. В голове живут только мозги. Поэтому очень важно следить за своим фундаментом, за своей базой, за своим телом. Вовремя его укладывать спать. Вовремя его кормить только той пищей, которая дает наполнение клеткам. Кто пьет каждое утро «Витграсса»? Вообще, кто знает, что такое? «Раски пшеницы». Про «Раски пшеницы» продается в каталоге «Фиберлик». «Витграсса» – это вообще база для того, чтобы ваш организм проснулся. Вы спите, в течение сна происходят процессы. Ваш организм проснулся, ему нужно питание. Питание клеткам. Для того, чтобы ваши клетки рождали здоровые клетки. Чтобы, не дай бог, вы не заболели там раком, маком, с раком и так далее. Пьем «Витграсс» каждый день. Наполняем клетки, питаем клетки. Потом зарядка, потом коктейль. И, конечно же, когда мы следим за своим телом, правильно укладываем его спать. У нас есть целая серия для того, чтобы правильно уложить свое тело спать. Целая серия. Правильно помыть, правильный аромат создать. И даже в комнате аромат создать. И уложить, чтобы вырабатывались хорошие гормоны. В течение сна случился глубокий сон. Утром просыпаемся, пьем «Витграсс», делаем зарядку, наполняем себя чем? Очень важно, чем наполняем? Мыслями. Мыслями. Выбираем мысль. Какую мысль я хочу думать? Смотрите, все мысли летают вообще в хаотичном порядке. Мы не можем выбирать ту мысль, которая к нам пришла. То есть, один мечтает о синем Бентли, а другому даже в голову это не придет, потому что эта мысль не витала возле этого человека. Мы не можем выбирать, какая мысль к нам пришла. Но опять-таки, что мы можем? Мы можем выбирать, думать мне эту мысль или не думать. Вот давайте сделаем сейчас упражнение, за которое крутые миллионеры Москвы платят кучу денег, кучу денег, приехать на встречу с этим коучем, с этим тренером. И даже один парень, владелец одной компании, не буду называть его имя, наш тренером идет, не дай бог, он витик. Говорит, блин, в смысле? Я заплатила себе денег и все? То есть, это такое простейшее упражнение, но столько в нем ценности, действительно кучу денег стоит. И очень рабочий инструмент для того, чтобы вот как раз-таки вернуть себя в тело. Смотрите, закройте все глаза. Закройте все глаза. Да, лучше крестиком не сидеть, ноги, руки. Разверните, нигде нет, чтобы энергия не перекрещивалась. Закройте глаза. И не думайте ни одну мысль. Просто не думайте ни одну мысль. Представьте, вот приходит к вам мысль, вы говорите, подожди, я подумаю о тебя позже. Подожди, я подумаю о тебя позже. Попробуйте. Знаете, как проще? Закрыли глаза и сделали акцент внимания с точку межброви. Вот я ее показываю. Безненько откройте, посмотрите. Вот сюда. Акцент внимания вот сюда. Представьте, там черная точка. И провалитесь мысленно туда. И просто темнота. Откройте глаза. А вам что получилось? Получилось? Вот это упражнение называется тьма. Тьма. Повторите десять раз быстрее слово тьма. Тьма. Что выходит? Мать. Мать. Вот в темноте, в тьме есть ничего и в то же время есть все. Это точка соприкосновения с внутренним я. То есть, если вы каждый день утром, не вставая с кровати, будете делать вот это упражнение. Оно серьезно стоит много миллионов рублей. Провалившись. Вы идете в начало себя. Это точка, это упражнение перерождения. Перерождение себя нового. Это как вы свое тело приветствуете в новом дне. Даете новую жизнь. Это соединение со своим духом. Сосоединение со своей силой. Со своей внутренней опорой. Вообще, в принципе, со своей жизнью. Очень крутое упражнение. Вы увидите, насколько вы будете себя чувствовать по-другому. Мыслить по-другому. Какие совершенно другие мысли будут приходить вам в течение дня. То есть, смотрите, когда в нашей голове мусорка, мусорка, мы думаем эту мысль, эту мысль, ту мысль, тататататататата. Да? Просто мусорка в голове. Вот эта точка соприкосновения по утрам, она дает вам столько инсайтов. Вы в течение дня будете думать, вау, неужели эта мусорка пришла? мне так и я вот это сделала. Вау! А чем так можно было? То есть, действительно, вы увидите, насколько качество мыслей, приходящих вам в течение дня, у меня есть. Но важно делать это в дисциплине. Не забывайте. Сделайте это в упражнении каждый день. Классно? А вот теперь помните. Любовь к себе, запишите, это моя фраза, но и придумано. Любовь к себе это глагол. Многие говорят, да-да, я люблю себя. А сами даже себя вовремя спать уложили. Это уже не любовь к себе, это ненависть. Потому что тот человек, который любит себя, он себя укладывает до 10 часов как самого любимого, самого важного человека в своей жизни. выкладывает, аккуратно добавляет, включает какую-то мигитативную музычку, одевает специальные шелковые очочки, чтобы даже пипочка от зарядки, которая мигает, не мешала ему спать, чтобы случился глубокий сон. Да? Температуру в комнате выставляет. Любовь к себе это глагол. Это ежедневные. Не так, что типа я сегодня помылась. Нет. Это ежедневные, ежеминутные, ежечасные действия по отношению к себе. А как я сижу? Мне удобно сидеть? Не устала ли моя спина? Не давит ли мне тут галка, косточки, вот так вот, что я вечером его сниваю, у меня там синяк. Понимаете? Любовь к себе это глагол. Прям запишите себе, прям вот, запишите не на бумаге, а в сердце, по отношению к себе. В самолете многие первый раз летели. Вам инструкцию давали, что если что-то случится в полете, надо сначала маму на кого называть? На маму. Почему? Потому что если вас нет, то нет никого. Нету ваших близких, нету ваших детей, нету ваших родителей, никого нет, если вас нет. Многие мне говорят, ну как же так, любовь к себе это вот, эгоисты там и так далее, и так далее. Вот как раз таки эгоисты, это те, кто люди делают все ради детей, ради родителей, потому что это такие энергетические вампиры, которые потом требуют, я вас выросла, я вас воспитала, я вас все дала, а вы такие, как я, мне в обратку не даете. Кто-то по отношению от родителей сейчас это испытывает, да, я тебя выросла, я тебе то дала, то дала и так далее, энергетический вампиризм. Поэтому тот человек, который занимается собой, тот, который делает действия по отношению к себе и изучает любовь, находится в состоянии благодарности даже за то, что у них угнали машину, даже за то, что там у них кто-то там ушел или еще что-то, да, и воспринимают это как урок. Как чувство, само чувство, не из логики, что типа, ну да, надо благодарить, спасибо, что забрали финансово, спасибо, что я не заболел, это все из логики, да, а именно испытывает это чувство. Вот сейчас приведу пример упражнения, чтобы вы поняли, что такое думать и что такое чувство. Вот скажите сейчас слово нежность. 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 Понимаете? А теперь закройте глаза и прочувствуйте в зоне сердца нежность. Есть разница? Есть разница говорить и прочувствовать. Любое чувство меняет тут же ваше состояние, тут же идут определенные импульсы в вашем отпочечнике, которые вырабатывают определенные гормоны. То есть, про то, что я вам говорила, если вы испытываете агрессию, обиду, там еще что-то, то тут же вырабатываются определенные гормоны и пошла вся гормоналка к чертям летит. Соответственно, там лишний вес, там почки, там то, пятое-десятое. Это я сейчас еще даже про питание вообще не говорю, то есть человек в принципе может быть стройным, либо полным только от того, насколько он проявляется. Почему говорят, полные люди это добрые люди? Не потому что они много едят, а потому что они не говорят, что пошли вы все, задолбали там и так далее. Они будут вам улыбаться, говорить там, да, подстраиваться. Подстраиваться под одного, под другого, под пятого, под десятого. У меня мама просто была полная. И вот по характеру, у меня мама даже вот никого дураком в жизни не назвала. В жизни дураком не назвала. Она могла максимум так, вот так сделать, если что-то не нравится и все. То есть настолько человек не проявлял вот именно отрицательный, и вот это воспитание, да, это воспитание не проявлять. У нас же как, если мы испытываем какие-то такие плохие чувства, все, значит мы плохой человек, да, на самом деле нет. На самом деле нет. Все люди абсолютно испытывают и эти чувства, и эти. Опять-таки вам говорю, важно избавляться, да, важно выбирать, насколько я это буду жевать, как старую жвачку. Либо я ее уже выплюну и пойду. Когда вам вот на ногу наступили, я, кстати, заметила у вас в Казахстане все так делают. Если на ногу наступили в толпе, они говорят, ой, простите, а тот человек говорит, ой, да ладно, ничего страшного. А она говорит, бля, ничего, где же больно? Тогда он будет ходить аккуратнее. А так он пошел дальше по ногам. Поэтому, когда вам неудобно что-то неудобно, да, когда вам что-то непонятно, неприятно, нужно это проявить, но проконтролировать умом, сколько вы готовы в этом прожить. Сколько вы готовы это чувствовать сейчас, и сколько вы готовы сейчас в этих разрушительных гормонах побыть. Понятно? И тут же переключиться. Переключаться знаете как? Кто знает, как переключаться? Вы спите, нет? Вы слушаете вообще? Как переключаться? Кто знает, как переключаться? Нет. Как? 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 Перезагрузка. Вот так сделать? Как я сказала? Нет. Смотрите, если вы не знаете, это очень просто. Действие. Помните, я говорю, здесь успех в действии. Переключиться от сильных эмоций, да, там, когда вас обидели, когда вы считаете, что что-то несправедливо, когда там что-то поменялось, что было раньше так, стало так, там, и так далее. Нужно уходить в физику, уходить в физическое движение. То есть, либо там, начать приседать, пойти гулять, пойти в холодный душ, потанцевать, да, все, что не дает застопориться эмоциям в теле, да. То есть, любая непрожитая эмоция, либо долго, как жвачка жующая, да, живет в теле, это лишний вес, это блокировки, 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 блокировки. Для того, чтобы это не заблокировалось в теле, нужно заняться что-то физическое. Пойти гулять на свежий воздух, поприседать, попа будет всегда хорошая, да, либо там пойти в холодный душ, смыть себя. То есть, любое физическое действие вас выведет от сильно зацикленного какого-то чувства. Понятно? Потом вы можете к этому прийти, но это уже будут воспоминания о чувстве. То есть, вы переключились, делали какое-то действие, если вы вернулись в это чувство, это уже воспоминание. Но это тоже не есть хорошо. Вот и все. Подружок. Заключение. Заключение. Ну, такое достаточно емкое. У нас есть время, еще 5 минут, да? Есть. Хочу сделать упражнение с вами на несколько осознаний, на несколько таких, чтобы у вас были инсайты, да? Поделитесь, как у Светы вас делила по парам. Если ваша пара еще не уснула, не ушла, поделитесь по парам. И пусть будет прям вот не 5 минут, не 1 минута, а несколько секунд. Номер 1 говорит номеру 2 комплименты, а номер 2 потом говорит номеру 1 комплименты. Прям буквально 30 секунд. 15 секунд к одному, 15 секунд к другому. Все, стоп. Закончили. 30 секунд прошло. Смотрите, какой инсайд. Часто сделал, чтобы все прекратили. Смотрите, какой инсайд. Того, что вы друг друга сделали комплименты. Во-первых, вам очень легко говорить комплименты. Очень легко. Знаете почему? Потому что мы, кто? Сетевые лидеры. Нам отдавать информацию положительную очень легко. Очень легко. Но, заметьте, что тот, когда вы были принимающей стороной, не говорящей, а принимающей стороной, многие как сделали? Когда я говорю, ой, какая у тебя классная прическа. Она говорит, ну, я просто голову помыла. Или, да, в такой-то красивом платье. Да, я у сестры взяла. Мы не умеем принимать. Мы не умеем принимать. Именно принимать. Вот сейчас второй этап упражнения, когда вам нужно на комплимент, который вам сказали, сделать ответочку. Какую? Принять. Сказать, да, я старалась, делала себе уплатку. Или там, когда вам говорят, я вы в красивом платье. Да, я его там-то купила, выбирала и так далее. То есть, нужно словами дать ответ на комплимент, который вам сделали. Принимающий. Принимающий этот комплимент. То есть, предложение, принимающее, сказанный вам комплимент. Понятно? Поехали. 30 секунд. Классно. Давайте закончили, потому что есть еще третий этап упражнения. Сейчас поговорю вам инсайты, которые подчеркну ваши инсайты. Прочувствовали, как поменялось ваше состояние? Смотрите, очень часто, когда нам говорят комплименты, и мы обесцениваем, да? Говорят, что там я голову помыла, или там у подушки взяла платье и так далее. Мы обесцениваем. То есть, нам человек дает энергию, а мы что ее делаем? Не принимаем. Поэтому вот это упражнение, когда вы сказали словами, что вы приняли, это вы пропустили через себя ту энергию, которая вам идет от другого человека. Вообще, я скажу, что кто верит в Бога, там, Всевышнего, в Аллаха? Кто верит в эту историю? Смотрите, сколько неверующих. Шутка. Смотрите. Знание Всевышний не может поговорить, кроме, как, через людей, которые нас окружают. Всевышний понимаете? Всевышний с нами говорит словами человека рядом. Другого выхода нет. Поэтому очень важно не только слушать, услышать и пропустить через себя эту энергию. Понимаете? тем более, если она положительная. Тем более, если она положительная. А теперь третий такт, самый сложный. Но надо быстро закончить, потому что время, ладно? Самый сложный. Смотрите, что мы делали? Мы делились, говорили, принимали, да? А сейчас очень важный такт, который практически никто не умеет в сетевом. Знаете, почему? Потому что мы же все такие самостоятельные. Я сама, я тра-та-тра и так далее. Очень часто это ломают. То есть, человек идет в результате, шуринику порвал и сдулся, да? Поэтому очень важно такт, нужно попросить комплимент. Попросить сказать. Правда, классно я круто сегодня выступаю. Интересно? Комплимент. Попросила комплимент. Вот ваша задача сейчас попросить у вашего суперседника комплимент. У многих сейчас мозг сломается, я знаю. Но нужно это сделать. Попросите комплимент сейчас у своего суперседника. Получилось? У кого получилось? Поднимите руку. Кто действительно смог это сделать? Отлично. Смотрите, вот это очень частая ошибка в сетевом и не только в сетевом мельнице, да? Что мы делаем? Мы очень много отдаем. Очень много отдаем энергии. Мы очень круто говорим комплименты. Мы как раз как мы отдавали. Да? мы чуть хуже умеем принимать. Чуть хуже. Да? Но просить вообще не умеем. А это очень мощная поддержка. Очень мощная поддержка. Очень часто вот сейчас вот здесь 80 или даже 90 процентов одни женщины. Почему? Потому что я сама я все скажу я все сделаю а мужчины ждут чего? Когда мы у них попросим поддержки и помощи. Кто в семейном бизнесе у тех гораздо круче получается. Почему? Потому что это в тандеме это поддержка это поддержка и акона. Женщины которые соревнуются с мужчинами дома. Что в итоге делают? Мужчина ничего не делает, женщина все делает. Ну и дико у кого там больше соревнуются да? Очень важно вставать в позицию и просить. Просить поддержки, просить акона у своей структуры, у своих мужчин. Вообще в принципе просить поддержку. и вы удивитесь вас поддерживают. Вас поддерживают. Нужно просто это сделать. Не в позиции требований, не в позиции указателей, а в позиции просящих. И вас поддерживают. Вас поддерживают весь мир. И вы увидите насколько это мощная крутая энергия поддержки. И ваш бизнес следит сто крат тысячи крат мощнее. Спасибо. Слава благодарности и восхищения. Это была Роза Кальмусинова.